всех приветствую с вами светлана кто смотрит мой канал тот знает что я живу на юге германии и показываю на своем канале как я выращиваю прекрасные растения кактусы мои литопсы некоторые другие домашние растения рассказываю как ухаживаю за ними что у меня новенького происходит теплицы иногда я показываю кое-что из своей жизни сегодня ночью друзья просто кошмар стою в пять часов на работу утром забегая в теплицу чувствую что-то гудит прихожу а там вентилятор работал целую ночь целую ночь электричество это ладно но главное чтобы кактусом не повредить этот уже совсем расцвел я выключила сегодня жарко было до 40 градусов сентябрь а такая жара невыносимая мы уже хотим собирать грибы а грибов то и нет отсыхают бутоны по чуть-чуть некоторые набирают смотрите вот 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 раскроется может быть скоро может быть на этих выходных тогда я смогу хорошо поснимать представляете кто не видел вот эта детка привитая кусочек кусочек эхинопсиса гибридного я привила и вот растет можно было бы просто убрать этот бутон чтобы не мешать развиваться этой детки но я не смогла я не смогла просто хочется видеть как цветет сегодня был комментарий вопрос как я поливаю свои литопсы и чтобы показала в видео когда буду следующий раз поливать конечно же я покажу друзья хотя у меня на канале огромное количество видео о литопсах с именами я снимала и как я поливаю и рассказывала о зимовке все 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 у меня есть поэтому кому интересно просто включите когда делаете что-то на кухне и пустите плейлист о литопсах и вы услышите много интересного и просто послушайте иногда иногда кинете взглядом поглядите может быть какой-то литопс интересный увидите или в общем кто желает тот увидит и услышит конечно же я каждый раз буду показывать как я поливаю что я делаю вот недавно полила и вот они какие некоторые поливала и они уже выскочили как столбики толстенькие у некоторых уже цветут литопсы я рада за них у нас пока ничего ничего такого незаметно но вот здесь вот сейчас я покажу full лицепс литопс full лицепс аурея вроде бы как хочет зацветать и это у него бутон посмотрим конечно у нас жарко у нас приятная погода солнечная последняя волна цветения эхинопсисов гибридных я вам показывала и вот ну как последняя да наверное последний но все равно еще есть какие-то бутоны посмотрите есть бутоны есть конечно и вероятность того что эти бутоны возможно разовьются и процветут но опять же мы не можем утверждать это что так она и произойдет я конечно же надеюсь что еще просветет несколько эхинопсисов гибридных но а в основном теплица цветет какие-то мамиллярии какие-то может быть редкие кактусы иногда открываются уже все-таки у нас вторая половина сентября надо пособирать семена оставшиеся вот что отцветает засыхает я тоже убираю потому что мне не нравится вот это хорошая лоббивия красиво цвела в этом году кто смотрел мои видео и даже есть детки можно и отсадить конечно посмотрим сейчас 30 градусов и я уже наконец-то смогла зайти в теплицу тоже какие-то дела дома у всех какие-то решаете дела и проблемы и готовка и все но несмотря на это кто занимается растениями тот знает что невозможные дня прожить без них поэтому мы бежим к подоконникам бежим в теплицу и наблюдаем за ними скоро уже будут холода наступит немножко холоднее время и мне надо будет убирать уже балкон с балкона эпифилум и там еще домашние растения некоторые на балконе у меня также стоят мои денежные огромные деревья вот мамилярия будет зацветать очень симпатичная маленькая она мини растет такая вот красивая с короткими короткими такими вот иголочками симпатичными все ждут цветения вот этого привитого эхиноцериуса но в этом году он не процвел опыляла вверху гибрид но ничего не получилось вот результата пыления у меня в руках все засохло очень красивая колючка на этом астрофитами в этом году развилась и вот здесь вот хочет цвести другой ну посмотрим как она будет все где-то в конце июля я поливала свои кактусы последний раз с удобрением поливать с удобрением я больше не буду в этом году сейчас уже сентябре и конечно же не стоит этого делать кактусы хорошо выглядят и готовы к зимовке они сильные посмотрите вот этот эхиноцериус он был намного меньше кто смотрит мои видео тут знает кто наблюдает за моими растениями но я ему в этом году дала горшочек побольше и он даже цвел и вот как раздался как красиво начал расти конечно же если вы дадите побольше горшки ваши кактусы быстро 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 вырастут огромными но я стараюсь не давать большие горшки для растений а так вот когда уже конкретно вырос вот цветет гимна коллицу в конце сезона я уже имею такую возможность наблюдать кому нужен новый горшок допустим вот этот трихоцериус он пустил огромную детку ему нужен нужен горшок я хочу оставить эту детку себе пока посмотреть вот здесь вот трихоцериус и пустили новые детки им конечно нужны большие горшки но это все будет надо посчитать сколько растений нуждаются в больших горшочках вот этот молодец получил в этом году новый горшок сколько растений нуждаются в пересадке какие растения прикинуть и купить горшки конечно же кактусоводство кто занимается этим все знают что наше хобби стоит затрат каких-то продолжает свистимые кактусики мой красавчик не знаю долго ли продержится посмотрим этот уже наконец-то открылся бесподобный мой красоту разрастаются гимна коллицу мы уже много деток у некоторых вот здесь вот такая огромная детка но не все конечно гимна коллицу дают детки они со временем так на вверху там хочу посмотреть мои кактусы как ну это в другой день когда-нибудь сегодня не буду сегодня остановим свой взор вот на этой старой копиопоя гигантея какая у нее шикарная шапка как будто она собралась куда-то в зимний период идти в гости посмотрите и нахлобучила на себя красиво да я вам всем желаю добра здоровья удачи успехов во всем приходите и смотрите мои видео до следующих встреч до свидания